Вы знаете, когда начался отчет правительства, понятно, что любое правительство, оно будет хвалить само себя. Будут проводить какие-то показатели, которые свидетельствуют об улучшении. Но вот даже те немногие достижения, которые есть в правительстве, надо быть объективными в любой ситуации. Там стали больше асфальтировать дороги, больше денег появилось в городах областного подчинения. Но вот все это было перечеркнуто двумя дикими ошибками этого правительства. Первое, это чего они начали, давайте вспомним. Это подняли тарифы даже выше, чем требовал МВФ. С 2013 года в 8 раз подняли тарифы на газ и в 5 раз на тепло. Начало предыдущее правительство, а это доблестно закончено. И второе, начали протаскивать, другого слова не найдешь, проект бюджета, в котором откинули большую часть населения в бедность. Как можно было принимать бюджет, а это, в общем-то, деятельность правительства и его задачи. Как можно было принимать и проталкивать бюджет, в котором средняя пенсия повышается на 10%, а силовой блок вырастает выплаты на 30-40%. Я особый ценен, то, о чем вы сказали с самого начала, когда это прошло, проголосовали, через 15 минут, после того, как ободрали пенсионеров, проголосовали увеличение зарплат народным депутатам. Но вот это открытая политическая коррупция, это купили вот этих депутатов тем, что подняли им зарплату, для того, чтобы они проголосовали за то, чтобы пенсионеры оставили в бедности. Причем, ведь не было диалога с правительством. Отдельные фракции, которые были привлечены к этому процессу и которые за то проголосовали, с ними разговаривали. Мы, когда дали свое предложение, причем дали предложение реальное, дали предложение по росту доходной части бюджета, по уменьшению выплат на административные расходы и, соответственно, увеличению социальных выплат, что, в общем-то, давало шанс людям выйти из бедности. Ведь бюджет это самый важный механизм, инструмент для того, чтобы страна как-то двигалась по выходу из бедности, население как-то это чувствовало.